итак без перерыва прямо сходу дитум против оптик гейминг мух мур комментировать 24 на 7 черт возьми любовь морковь что по пикам ни черта не знает что еще происходит в этой жизни нюк да даст 2 инферно нюк взяли оптики нюк взяли оптики да да за это все правильно врыв от оптик гейминг на а плент что-то типа героический а плент на карте данью кеннис сжигает снэпи джек с кеннис и шакс остаются втроем бомба поставлена не за дефолтом не за бочками а перед что дает команде опти гейминг маневр маневрабилити короче говоря господин конфигурация есть в упоре под девятку я не верю у джекса и шакса есть вообще шансы против кричи новинки и тени шрабб остается последний кеннис будет сэйвить его п вариантов нет третий раунд за командой оптик так пока что 52 надо по скорборду посмотреть чё вообще происходило это важно по скорборду происходило пистолетку взяли g2 потом взрывчатый раунд на втором видимо за форсили оптики отдали отдали не хватило времени отдали отдали элиминацион раунд элиминацион раунд взрывчатый раунд 52 53 взрывчатый раунд нет стоп кеннис купила вопы значит я пока смотрел кеннис умер до походу пропустил я видимо этот момент но тут уж без перерыва сразу типа врываться сложно немножко сложно не но немножко так давайте дальше значит аук у рефреша трофейный три калаша голел команда оптигейминг всем очка у бадди нестандартный немножко позиции стоит там плане что это не позиция оскара но при этом я такой уже видел такое же происходило рефреш бадди добил гекс конфига тоже разобрал пока 4 на 4 на плент видимо будет врата ребята из команды оптик гейминг джакс отлетает кеннис шокс дабл в п не совсем нужные вещи в ритейке очень будет сложно бомба поставлена соответственно ребятами из команды оптик и кеннис шоксом будут цевить дабл а в п здесь ребятам ничего уже не светит почти норму раунда взяли оптики на карте данюк но в плане 5 6 5 6 вполне себе будет достаточно четверка уже есть как бы еще еще чуть-чуть здесь первая половина еще не кончается как мы видим это заканчивающийся девятый раунд на онной на первой половине смысле так под дабл а в п с двумя тремя пистолетами 2 p250 один дигл от команды житу против чисто райфлоу метода на таки от команды оптик это работает на пленте это плюс-минус работает на п слишком больших расстояний кроме девятка тире секрет снайпер бокс тире опять же куда там господи снайпер бокс тире красный и пожалуй кредитка тире скала особо в игре нет смысле в на данюке на данный момент поэтому с райфлами нормально оптиком все в порядке все прекрасно рефреш заберет скорее всего 10 одного игрока понимаете находится 2 игра забирает второго игрока уже на сквике соответственно закрытый угол под вентиляцией лисквик шокс теряет момент для того чтобы добить своего оппонента джокс падает и шоксевичу необходимо сэйвить его пейс засевить его п можно за головным ящиком сзади которые у него на рампах находится но я вижу то что он не пошел туда и я не уверен то что это правильная идея не до сих пор не уверен то что это правильная идея ну ладно 5 5 оптики берут стандартный счет на атаке на карте данюк то есть принципе все все вроде в порядке коментантор прогноз на матч если вкратце я не верю в команду g2 в принципе чё-то как-то без вариантов не знаю понятно что они всегда могут выиграть независимости от того верю я в них или нет но я считаю что это худший французский состав на данный момент времени а оптики это просто оптики типа они могут заливать они могут не заливать тип все рандом то есть just g2 и спорт с худший состав франции с лучшими зарплатами франции здрасте как ваши дела во франции смысле в контра страйке оптики просто оптики как по-моему слэм говорил да это это же оптики то есть тут вот идеальная фраза как бы в два слова и один одно междометие то есть по факту так и есть типа g2 могут их обыграть со счетом 2 1 оптики могут обыграть же тут со счетом 2 1 но по факту мне кажется оптик несколько больше шансов в среднем по больнице чем у команды g2 из-за некоторых из-за некоторых параметров команды g2 связанные с моральной нежностью всего коллектива конфиг нёс бомбу на б не донес картоху не донес к джунбе остается последний против вилки боди будет работать вот он боди вот он конфиг в этом просить прошу прощения к джунбе боди выигрывает при стрелке все-таки 6 раунд для своего коллектива берет так что в чате что в чате вижу вопрос от зрителей чуть позже юге шаг сада белна у цели это было сделано стоп стоп да на у цели окей за красный и тэшный забегают ребята из команды g2 кстати красного ктэшного уже больше же нет у него что-то привычка типа был красный тэшный красный ктэшный на у цели теперь там синий ящик соответственно то есть как раз все все в порядке цвета теперь разные можно типа не говорит тэшный ктэшный кеннис даблкил для чувства пропустил от кенниса неплохо шраб неплохо уже где-то под б начинаю тусоваться команда оптигейминг ага да 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 все именно так и якоб хансен уже готов ставить бомбу около старого токсика ставит бомбу якоб хансен он же юге рефреш ждет моей двери на нем еще аквариум плюс-минус опять же лаки выходит смог от якобы погибает около токсика трется все еще юге кеннису и базе будет действительно тяжело прям реально тяжело базе погибает кенниша последний и естественно все в разных углах попробуй доберись попробуй добей попробуй забери юге забирает кенниша по 6 раунд для команды оптигейминг на атаки это стандарт в принципе можно пить и пить чай больше не надо они будут они будут продолжать конечно но смысле очевидно да то есть брать столько настолько много насколько это возможно но разницу стандартную взяли молодцы джекса напи забрал рефреш ответил по джекса четыре быстрых руки на диком западе есть у команды g2 esports вопрос работают они или нет вопрос открытый пока что самоков недостаточно команда оптигейминг конфиг сбривает шахса реально мало не совсем нравится статической точки зрения баде вешает плюху по рефреша больше смоков ну ладно в принципе вроде так справляются на смысле вроде оптики справляются по факту все еще какие-то шансы были наверное команды g2 но не выходит шарап последний к джунбе может добьет отлетит от следующего видит еще головушку это был юге кстати вот эта плюха нормальная прилетела вот это прям серьезно видит еще одного оппонента начинает расстреливаться следующего оппонента за бочкой это был конфиг падает открытие на соответственно счет 67 нету денег у команды g2 первая половина предположительно будет выигрываться наверное команда и оптик потому что денег нет вижу зачем-то просит фотографию вк найдете миллиард просто триллиард фотографий это во первых почему челики наводятся на определенные точки перед раскидкой типа дым по-другому полетит и плетит это или как это работает пишет один спрашивает один из ребят чате это визуальные чекпоинта по которым раскидывается смог быть типа три сантиметра вправо от вот этого края допустим типа так и два сантиметра ниже чем вот этот вот пересечение вот этой лампы x y координатам осям типа так так опа и ты кидаешь смог типа на секрет идеально он ложится один из смоков который закрывает как бы путь то есть кидаются еще 2 3 прямо на из вообще вот но вкратце чтобы не ошибаться и смог был идеально одинаковый в каждом вот случае да то есть стабильный периодически придумывать новые смоки и придумали новый смог надо миража если он новый который закрывает просвет на головах между первым и вторым смоком который летит на коннектор джангл и на головы то есть и покидается третий смог он закрывает полностью one way просвет на стрельбу и на искру защищающийся игрок не может стрелять по террористу потому что ни черта не видит потому что у него еще третий смог висит в этом ванвее между который как раз был иногда проблемой для террористов типа возможно этот смок мы видим на мираде на амажоре боди юги добил что-то врыв здесь от же ту и спортс на аутсайд прямо жестко непримиримо из ангара выходит спецназовцы настоящие черт же шпадери кенис это хороший диглер все в порядке и еще по снэпи может влюху поставить если в ухо не получит не получит в ухо шокс будет кушать снэпи добьет снэпи бомба упала нормально все для команды g2 то есть здесь справились более-менее молодцы и джекс ставит плюшку с дигла пока джунбу и счет становится 7-7 то есть половина вроде как и близкая нету опять же вроде как денег у команда птигейминг кстати восьмерка оптики действительно не берут к слову тут прям вот интересная история но семерка есть все в порядке да я щас камень сел 3d макс бик мы просто без перерыва ворвали сразу на нюк где ты спорта все гейминг потому что банально времени не было просто я был 3 из-за задержек задержалась а это нас уже не подождало вчера такая же тема была с одним из был 3 в итоге у меня пока три карты три карты и здесь может быть тоже три карты и за два дня 18 карт кайф вообще мне в кайф минусы шокса кенис убивает юги на размене джакс воде все-таки работает и вот он последний раунд под бомбу боди как-то здесь быстро врался и смог под своего товарища у ю 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 конечно рассказ они ровно же смог они ровно смог и все тикает до физки то есть но добавишь убьют и конечно убьют но куда ты а кенис будет погибать будут взрываться во имя господи больше крови бога крови больше черепов трона черепов больше генокрадов space hulk ам кто в курсе из какой вселенной получат напишите поставлю сердечко оптигейминг выигрывает первую половину все-таки все равно на последнем раунде первые половины и джунгри добивает воде кенис уже эта разминка несите нового пожалуйста комментаторы этот кончился среднем по больнице слипщик санитар пишет в чате плюс плюс кайф вообще просто тупо плюс плюс можно поставить пару сердечек ребятам которые угадали что за вселенная мы пока ждем начало соответственно второй половины дорогие друзья команда пока там дообщаются и так далее и так далее ждем продолжение просто ждем продолжение то На второй пистолетке Господин конфигурация Живопал от господина Боди От господина Тело И теперь вопросы к опыту Кайджун биф, жбан поймал Надо ждать, 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 ждать Юги, не получается со скалы у Юги Ну, соответственно, проигрывается будет эта позиция И Снэпи с Кайджунбом остается вдвоем По факту эту пистолетку Очень тяжело сейчас тащить оптиком Ну, то есть невероятно тяжело Снэпи один в четыре Вообще не представляю, каким образом На нюке На планте Тащить пистолетку один в четыре Только если вот так вот глупо Будут на него один за одним Вваливаться как бы оппоненты, он их будет просто Сбривать, типа, привет, мы играем в тир Но это рано или поздно Закончится Снэпи сам понимает, что лезть-то смысла нет То есть он одного добил Ну, ладно Вот на него вылез еще один И он услышал, что спрыгнул еще один Понимая, что его будут пушить Становится в плюс-минус опорную позицию Закрывает себя частями, как бы, карты, да То есть, чтобы угол был поострее Но совсем не исправляется Его зажимали в клеще с двух сторон В любом случае Тут уж, как бы, увы Но G2 Берут, во-первых, пистолетку Во-вторых, второй раунд Предположительно Потому что оптики не будут фартить Зачем им вообще это надо На третьей совершенно спокойно Вернуться с двайсами Все в порядке Но то, что G2 начались пистолетки Ее победили Все, все очень хорошо для ребят Французы еще могут, конечно, вернуться На карту Данюк Ну, G2, наверное, есть все шансы Просто У нее, в общем и целом Моральная составляющая команды Не нравится абсолютно никаким образом И это никак не поменять В смысле, они пытаются менять Это просто проклятие какое-то Уже Виталий теперь собрались В лучший французский состав Буквально А G2 Все еще G2 Ну, в смысле, конкретно данные Костяк Костяк G2 вот так вот Дело не в теге Тег это просто циферки, буковки Абсолютно наплевать вообще, какой тег Это именно вот синергия Для кунтанных французов Шокс Получает от рефреша в голову Отлетает на аквариуме Простите, что? Флэка Ладно, окей Я превратился в хрюшку на секунду Из-за этого Бадди Канжун бы убил Кеннис тоже добил Контракт Со шрабом справился Три на три флэка Я не знаю Можно Флэкой, наверное, не отдавать Юге Одного добил Два на два Не надо удивляться На девятку залезет Снэпи, но попозже Не сейчас, да-да-да Горит здесь Странными спрайтами Тройными молотов Во всей лестнице Джакса добьет Да у тебя же были возможности Ладно, окей В итоге, конфиг, в принципе, сохранит Галил, наверное Крутит свой замечательный ножик Ножик-рожик На котором написано 128 И девятый раунд за командой G2 Но троих Потерять от флэка Но это слишком Все-таки, все-таки слишком Комментатор Кто Выиграет Кто фаворит Какие шансы Как думаете Кажется Что Оптик Ну По некоторым из параметров Но Сложно То есть оптик Но дико сложно Типа 16-12 16-10 16-14 16-что-нибудь Но 2-1 То есть одну карту выигрывает G2 Типа Две карты выигрывает оптик Но по факту Заливал его Может быть с одной С другой стороны Здесь легко Изичайше Еще пишут Несите нового комментатора И потом Еще пишут Отнесите слипчика домой Проблема в том Что I'm already home Вот Поэтому тут Что-то эта история Если честно Не сработает И я с вами До упора Дорогие друзья На майн-канале Третьей Боу-3 В процессе погнали Бадди Сжигает Снэпи Снэпи Минусует Бадди Успел Треть человек У команды Оптик гейминг G2 eSports Дожили до Девайсного От команды Оптик И вообще-то В принципе Находясь в большинстве Чувствует себя Не так плохо Бомба поставлена На Б На Б Все в порядке Диссонирующий звук Я что-то уже Даже не слышу сам Бомба поставлена на Б Сэйв для команды Оптик гейминг Десятый для G2 Ну пока Оптиков на защите Не совсем получается Скажем так Не-не-не Они взяли двоих Новых состав Игроков В смысле G2 Это означает Что проклятие Наполовину Стало поменьше Типа два новых игрока Поняли да О чем я То есть еще Троих игроков Заменить И прям вообще Кайф Не потому что Кеннис плохо играет Там Не потому что Шокс Что-то такое Всем игрокам Из команды G2 По факту Из вот Базового состава Бадди Шокс и Кеннис Необходимо играть Не в G2 И Не вместе Ну вот Вот Короче То есть Двух игроков заменили Реально стало получше Из-за того что Двух игроков заменили То есть Заменить всех пятерых Прям вообще Найс будет Бадди Минус Каджун Минус конфиг По таймингам Никак не угадывает Оптики По стрельбе Никак не угадывает Снепи По стрельбе Не угадывает Снепи Все-таки Падает в аквариуме Но зато У якобы Хансона Есть Здесь моменты Очень интересные Видел Все-таки Чепчуленько Но Не получится Не получится Один страунд За командой G2 Оптиков на защите Однако не получается Вообще Совсем Свинку Пепу Пересмотрел Да не Не смотрю Все в порядке Как-то пересмотрел И Пол головы Умерло Потом Оживало Очень долго Все-таки Я пас Мужики Сорян Рефреш Один на три На головном боксе Будет Сейвить Девайс Или будет пытаться Или будет пытаться Тащить Рефреш А куда пойдут 30 секунд На B уже пойдут Окей Под смогу Доставить бомбу Не угадал Рефреш С плентом Ай-яй-яй Подумаю Что уже не на B Слышит Где ставится бомба Будет спускаться Нету Дефискитов Через раковину Наверное Единственный вариант Ну то есть Ну какой рефреш Есть еще вариант Через раковину Раковину кто-то закрывает Джекс закрывает раковину Окей И это Это Джекс Фейталити 8-11 Хоть какой-то экшен Да, думаю будет больше двух карт Да Чем тебе Екенис не нравится Топ снайпер Ему Нужна очень сильно Моральная команда Чтобы он Раскрывал свои крылья Потому что Очень-очень-очень-очень Очень Невероятно Сильно тильтует И ест себе лицо И руки И еще остальное Кто-то из G2 Подошел бы Музам Да, в принципе Если на английском Общались бы Да Ну, в смысле Отдельно Игроки Хорошие Особенно Для состава Как бы Который бы их морально Бустил То есть это По факту В большей степени Единственная их проблема Но из-за этого Прямо гигантского тильта То есть он просто Он ненормированно Гротескный Невероятно Просто огромный Я такого нигде Вообще не видел То есть Так как тильтуют Основной состав G2 Esports Никто Никогда в этой жизни Не тильтуют Никогда просто Нигде То есть это Типа вообще в хлам Кеннис Это тупо в хлам Вообще Вот серьезно Но Вот у него Такой вот трейд Личности Да Персонали его есть Психопаспорта Его Игрового Но как снайпер Вообще-то да Вообще-то он может Особенно если морально заряжен Он там что-то по карте летает Такие плюхи выписывают Жесть вообще Поэтому Его из этого состава Прямо Не знаю Куда-то Куда-то гнать Чтобы Его Прямо постоянно Поддерживали Буквально на каждом шагу И реально Отвечай будет лучше Но Вот они сейчас здесь Давайте смотреть Джакс Конфикс справляется С эксенкой Кстати говоря Конфикс все-таки забрали Рефреш С фамасом Кеннис Взрывает шокс Отвечает на Кейджин Би Юге Со смоком Неудобно работать Со смоком Прямо не получается на защите Между прочим У команды оптигейминг То есть тут видно Что они мишенствии По позициям Они очень часто не выигрывают Вы знаете Джету Неплохо В атаке Местами Скажем так Большие Реально большие проблемы Ну Юге Прямо дико терпит здесь Но он знает Он в курсе таймингов Снэпи погибает Ну вот и что Юге Ты пойдешь Ну и зачем ты Зачем ты здесь нужен Тогда один Надо спускаться вниз И идти отсюда На КТ Пошумел Теперь надо вообще Бежать на КТ Буквально Потому что тебя вероятно Услышали за стенкой Но он задержался На КТ не убежал уже А возможно Тогда если услышали за стенкой И тогда не бежать на КТ То есть раз услышали Глупая же затея Бежать на КТ Вот я не прав Потому что надо было бежать Не на КТ А на рампы тогда Вот так наверное было бы лучше В итоге 8.12 На защите у Этож оптиков Не получается ничего Они не взяли ни одного раунда На данный момент времени Конфиг Кстати да Дабл Скау Здесь 2 Чашки и Диггл Снэпи На будке На А Лаки в лобби Около А Команды G2 Испорт не спешит Она понимает То что их Стиль игры В общем и целом Судя по всему Подходит Под оптиков Сейчас абсолютно полностью Кеннис получает В почку здесь Довольно больно Господин конфигурация Что вы хотите сделать? Отлететь Ну Окей Не получается У конфига А что по фрагстату 16-17 Старается Пока не проседает У него тоже есть Механические проблемы Если сильно проседает То прямо сильно-сильно Проседает Если на крыльях Летает Нормально Раздает То может быть очень приятно Пока вы держатся Конфиг Одна из важных Движущих сил Команды Оптик Рефреш промахивается Здесь по оппоненту Но Говорит информация Ломает ноги Нормально Живем Говорит информация То что это Возможный секрет Но совсем не обязательно Попадает еще по шаксу Но пытается Рефреш С раздевалки Работает Пытается Шнеппи Шнеппи отлетает Есть варианты юги Ну 13-й за джетун На самом деле Походу Вот как говорится Плохо что не АВП Но и денег то и нет Клещи Пытается зажимать Одновременно Умирают ребята Из команды Оптигейминг Ни одного раунда Еще не взяли Оптики на защите Жесть какая Грустно вообще Оптики нестабильны Да Джету С января Плотно готовились К мажору Да Просто их проблемы Они нефиксабельные То есть например Они сейчас Сыграют вот так А в следующем матчапе Отлетят 0-2 В бою 3 серии С отсчетом 16-8 16-7 И Все будут Как бы В шоке Типа как так Они же сыграли с оптиками Вот в этой серии В закрытых квалах И победили Причем на двух картах 2-0 Например Ну допустим Вот прям сейчас Сделать Джету 2-0 Почему бы и нет Ну видно что Могут же Могут Окей Вот Из-за некоторых Вот этих параметров Это все еще Оптик против Джету Джакс убивает Кенниса Действительно Зачем он нужен Вообще Уволен просто Юги с Котлингом Остается вдвоем Я все жду Хоть какого-то Первого раунда За защиту От команды Оптигейминг But there is none Как сказал бы Англичанин из Англии Но я не англичанин Поэтому я скажу Нету их Ни черта Нету Юги с Конфигом Остается вдвоем Против Джакса и Бадди Какие позиции Надо Важно понимать Бочка Бочка работает И раковина Ясно Ясно Понятно Это 14 раунд За командой Джету Без шансов Вообще Просто без шансов Окей Ну Бывает Что делать Оптиков не получается Да Джетук Могут даже закрыть Здесь Вторая карта Даст два Французский Да даст Ну С поправками Ну да Да Почему бы и нет Это реально Это реально А вот по поводу Джету и Биайджи Это как раз Биайджи Вот у меня спрашивали Джету или Биг Это Биги Очень сложно поверить Джету Вот просто дико сложно поверить В Джету Против Бигов Например Вот последнего состава Биайджи Они тоже любители заливать Там В неправильных местах Неправильно стоять И так далее И так далее Но В любом случае Ой-ой-ой Жетушки как-то горят Там Жозенько Совсем Конжун Даблкил Это Первый что ли Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Эксэмка выходит На тропу войны Рефреш Терминатор Погибает Терминатор Т-тысячи выигрывает Т-100 до свидания Или как они там Не помню уже Ни одного раунда Всё ещё Ни одного раунда Всё ещё ясно понятно что происходит на этой карте что я не знаю мнение матч веселый я не спорю только борьбы нет на второй плане то есть физически просто не существует меньше единицы когда у каждого первого верка оптики причем рефреша больше всех я замечу 17 фрагов у него почти единиц когда конфиг всех обманул спустился в вентиляции не спустился в вентиляции видимо закрывается счетом 16 8 как я понимаю ну что вивали а франц шакс минусует к джунба юге за кредиткой юге кстати в кенеса простреливают интересная история слышал шакса с пистолета добирает шакса счастливый джакс остается вдвоем наконец-то вступает в игру терминатор но меняет свой девайс на к 47 и становится максимально не интересно без экземки зачем вообще жить после этого я не знаю ради второй карты ради второй карты джек состоится последний раунд за командой все гейминг первые назначите на защите чем их можно и поздравить еще как 15 15 и будем сидеть не открывать рот от шока итак врывается в стройку команда g2 и спортс на плент начинают резко отлетать крещен виники включается рефреш падает конфиг падает нет никто не включается я солгал юге со снайпи остается втроем шакс кенни жекс люди со снайпи говоря вдвоем где со снайпи против шакса кенниса старая гвардия причем самый тильтующий эмоционально и второй самый тильтующий эмоционально игрок старая состава команды g2 снайпи шакса добрал кеннис остался последним кеннис шраб но шансы есть конечно бомбы далеко единственная проблема снайпи он представляет но пакет далеко юге кстати по моему не знаю да где находится пакет кеннис дойдет до пакета все будет в порядке то есть это все еще 16 очень 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 близок дичайше просто близок для для кенниса здесь если все правильно без гать времени конечно мало на плент будет ставить бомбу вариантов особо нет ты будешь спускаться ты не будешь ставить бомбу на плент я понял окей юге его ждал это 10-15 однако если смотреть матчи через твич с привязанным стимом задание с просмотром буду засчитываться для медальки готовится паса вот не знаю вот вот что что не знаю то не знаю было бы здорово если бы да ну что поставили матч на паузу g2 наверное все-таки хотели бы добрать этот данюк и как-то пока не получается ну так давайте продолжать дорогие друзья что у нас здесь у нас здесь рефреш и jacks где-то на фоне я чихнул два раза за здоровье игроков команды g2 sports поэтому сейчас в 4 в 4 лица может и затащат посмотрим оптики плюс-минус нашли свою волну это это видно это заметно они немножко опять собрались в кучку у них вот эта вот история есть то что идеи хорошие идеи хорошие все вроде в порядке но не могут собраться ровно в серединку своих навыков и возможностей конфлик будет сгорать но все равно он добивает одного из оппонентов здесь важно было очень ровно по стрельбе как бы идеально сойтись и christian веники сделал все для своей команды для того чтобы взять 11 теперь вопрос команде рефреш пока что за бочками на а рефреш минусует шакса лаки закрывает к джунба лаки кеннис остаются вдвоем против троих оппонентов юге кстати шикарная позицию юге он так и будет и стоять минусует кенни шраба лаки последний лаки есть бомба снэпи говорит то что на бой никого соответственно плент готов еще больше чем прежде оптики берут одиннадцатый нету дополнительного количества денег у команды g2 и спорт с недефолтными пистолетами бы побегать g2 все еще могут взять этот раунд с недефолтными пистолетами просто банально потому что как бы на донюке это периодически до сих пор работает все в порядке очень много острых углов можно подождать можно залюркать им посмысли подождать оппоненты можно залюкать залюркать все в порядке и так далее на секрет закрывающие смоки летят смог один только лишь один 2 там закрывать мейн как я вижу юге я как хансом видит ой-ой-ой это серьезно вообще-то ты видел только кусочек головушки жестко кеннис палец а то что находится на спеке джакс через будку попытается сыграть выглядит как 50 я не уверен в этом посмотрим в том плане что 1 может быть потеряет но уже вряд ли вряд ли больше чем 1 не потеряли никого это 50 деньги для команды оптигейминг особо не важны в данном случае но в плане надо закупы да приятно шикарно замечательно команда g2 и спорт будет здесь докупать давай сегодня давай все в порядке вернуться ли оптики полностью на допы невероятно тяжело сказать то есть все таки вот не знаю слишком сложно оба коллектива гораздо заливать важные серии особенно под конец подэншпиль карты в общем тяжело пока что 5 на 5 оптигейминг против g2 и спортс 13 раунд второй половины на ваших экранах дорогие друзья граунда в ментами у нас постепенно начинает кончаться где-то и спортсер скидает смоки под секрет нужно еще смоки полетел один полетел 2 закрывает ангар и простил снайперы через ангар работает ли юге по этой позиции нет юге не работает если ребята на девятке нет есть кэджун би около кредитки около мэйна но только лишь скалу к джунб не увидит в секрет совершенно спокойно пройдут ребята с командой g2 а здесь юге это снайпер снайпер это ты тысяч вот такая вот история это медленно на сухую вы будете выходить или нет юге выгоняет ровно прям в лицо ему попадают моликом он тоже молик раскрывает но у g2 и спортс появляются реальные шансы взять свой шестнадцатый ран вот прямо сейчас отличные просто великолепные шансы и опти гейминг нету позиции для нормального ретейка по факту это 1216 насколько я понимаю да 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 дорогие друзья это 1216 бомба поставлена будет в ближайшее время рефреш постреляет шансов особо нет на третью карту мы с вами пойдем там и да 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 по моему от g2 у команды опти гейминг есть конечно шансы обыграть команды на второй карте но очень обсуждаемый момент после того что мы сейчас увидели очень обсуждаемый момент